Заниматься степом нелегко. Требуется большая концентрация внимания и чувства ритма. Но все эти ребята не побоялись преград и посвятили всю свою жизнь именно этому виду танца. Труды были не напрасные. Ребята стали абсолютными чемпионами Украины по степу. Всеукраинский чемпионат по степу стал для школы Некома ТАП-студио очень судьбоносным событием. Несколько месяцев усердных тренировок и вот, воспитанники с триумфом вырвали на чемпионате шесть золотых медалей и одну серебряную. Оно и неудивительно, ведь создатель школы – один из самых талантливых степистов не только Украины, но и всего мира – одессит Сергей Остапенко. Сейчас тренер признается – всегда хотел преподавать. Преподавать мне хотелось всегда. Вот сколько я себя помню, я за своим учителем Алексеем Гелко, вот в той студии, где я сам учился, я за ним всегда хвостиком бегал. Мне было там лет 11, я просил его, пожалуйста, пожалуйста, можно я буду преподавать? Вот прямо сейчас, значит, начинающим ученикам. Он так улыбался, но, естественно, преподавать мне не давал, к моему большому огорчению. Сейчас Никому ТЭП-студию уже шесть лет, и за это время она воспитала не один десяток талантливых учеников степа. Многие из них стали призерами не только Украины, но и Европы. Сегодня здесь обучается 30 человек – не только юные ребята, но и взрослые девушки и парни. Одна из учениц – Дарья Ступко. Сегодня она серебряный призер чемпионата Европы. Танцами девушка болела с самого детства и даже ходила в хореографическую студию. Но степ завоевал ее сердце, и она стала им заниматься профессионально. Впервые у нас в коллективе ввели такой предмет, как степ. Нам преподавали, правда, не очень часто, но этого времени мне хватило, чтобы степ навсегда остался в моей жизни, в моем сердце. Он мне очень нравится, поэтому я решила в дальнейшем связать свою жизнь именно с этим видом танца. Ученики признаются – участие во всеукраинском чемпионате – это почетно и очень ответственно. Ведь приходилось отстаивать не только свою школу, но и всю Одессу. Ребята выступали в категориях соло, дуэт, трио, малые группы и формейшн. Перед чемпионатом я, конечно, очень волновалась, нервничала, что там забуду номер или что-то такое. Но все прошло очень хорошо, все хорошо станцевали, никто не запинался, и все прошло очень хорошо. Я довольна чемпионатом. Но больше всех волновался, конечно же, тренер. Ведь помимо обучения движениям и техникам, надо было сказать напутственное слово. Причем такое, чтобы вдохновить ученика и заставить поверить в себя. Я как тренер очень волновался, но это всегда у меня так. Потому что я всегда говорю, что лучше самому выйти на сцену раз 10, чем стоять за кулисами, наблюдать за ними, понимая, что ничего уже нельзя сделать, им уже не помочь. Вот все, что можно было сказать, уже сказал. Все, что можно было вложить, уже вложил. Сейчас же создатель школы Степа признается – осознание победы пришло не сразу. Ведь непосредственно после самого чемпионата силы эмоций не хватало. Сейчас уже понятно – все усилия и надежды были не напрасны. Ученики показали наилучший результат. Но на победе на всеукраинском чемпионате в Ником и ТЭП-студио останавливаться не собираются. И уже активно продолжают тренироваться каждый день. Субтитры создавал DimaTorzok У учеников школы Степа впереди еще много планов, среди которых и чемпионат Европы, который пройдет в Германии уже через несколько месяцев. Так что времени на передышку здесь попросту нет. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Субтитры создавал DimaTorzok